Ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области меняется в лучшую сторону. Если две недели назад врачи ежедневно выявляли более 700 случаев заболевания, то сейчас они с уверенностью говорят об устойчивом снижении этого показателя. В начале прошлой недели в Свердловской области было зарегистрировано 705 случаев заболевания коронавирусом, после чего началось постепенное, но неуклонное снижение. Эта положительная тенденция сохраняется на протяжении уже 7 дней. Сегодня, по данным областного Роспотребнадзора, заболели 682 человека. В Первоуральске же пока говорить о стабильном снижении заболеваемости рана. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в среднем в течение минувшей недели выявлялось около 40 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня врачи зарегистрировали первое резкое снижение до 21 случая. Из-за снижения заболеваемости коронавирусом лечебное учреждение Первоуральска переходит на плановый режим работы. Уже в ближайшее время, после долгого перерыва, прием пациентов возобновят сразу несколько отделений городской больницы. Дмитрий Коньков подробнее. Сегодня временное инфекционное отделение городской больницы, расположенное в здании на улице Металлургов, официально прекратило прием пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как говорят врачи, в этом просто нет необходимости. Многие палаты госпиталя для больных коронавирусом уже опустили. В помещениях проходит обеззараживание воздуха и проветривание. Ожидается, что последние пациенты покинут здание до конца дня. Тех, кто выздоровел, выпишут. Остальных переведут в инфекционное отделение в микрорайоне Динос. Сегодня наутро 41 пациент, но в принципе уже к 4 часам, наверное, никого не будет. Завтра целый день будет посвящен дезинфекции. Потом будут браться специальные анализы смывы. Весь персонал, который работал в COVID-19, он сдает анализы ПЦР, ну, чтобы исключить возможность заражения. Терапевтический корпус Первоуральской больницы переоборудовали под ковидный госпиталь 5 месяцев назад. За это время его пациентами стали более 2000 человек. Здесь преимущественно лечили тех, чье состояние здоровья врачи оценивали как тяжелое. Тех, кто нуждался в искусственной вентиляции легких или в экстренной реанимации. Первоуральцев с другими заболеваниями направляли в лечебные учреждения Екатеринбурга. Теперь ситуация изменилась. И уже 8 декабря, после окончания санобработки, терапевтический корпус возобновит плановую работу. В первую очередь пациентов начнет принимать кардиологическое отделение. Рассчитанное на 40 человек. Кроме того, возобновляют свою работу отделение гематологии, реанимационное отделение, отделение пульмонологии и терапии. Ковидных пациентов теперь будут принимать ковидный госпиталь на Диносе. Плановый прием возобновляют и другие больницы Свердловской области. Число коек ранее перепрофилированных под лечение больных коронавирусом сократилось почти вдвое. В оперативном штабе считают, что это стало возможным в том числе и благодаря резкому увеличению числа вакцинированных. На сегодняшний день мы преодолели 50% рубеж привитости по всей Свердловской области. То есть чуть больше половины жителей Свердловской области сегодня уже привиты от коронавирусной инфекции. В Первоуральске число вакцинированных также растет. По данным городской больницы, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты почти 53 тысячи человек. Еще более 58 тысяч уже завершили вакцинацию. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.